Еще один атрибут буржуйской жизни в этом списке желаний осуществлен, его можно вычеркнуть. И теперь это будет сопряжено вот с такими вот еженедельными вылазками на природу, всей семьей, а то и в гордом одиночестве, как получится. И сейчас идет торжественный спуск на воду этого плавсредства в нашей местной марине, требующей определенного навыка, сноровки. Мастерства и умения сосредоточенности водителя и безбашенности капитана. Ну а публика уже опоясывалась всякими данными, банданами и готовится пуститься в путешествие. Ну а мы тоже к ним присоединимся, как только они спустятся на воду. Все, вот, достаточно просто. Когда это делаешь не первый раз, очень эффектно выглядит. Практически то, ради чего и стоит ехать в Канаду, чтобы посидеть за рулем такого хорошего скутера. Мы спускаемся по трапу к осуществлению нашей заветной мечты. Не сказать, что она уж прям такая заветная, заветная, заветная. Ну и отказывать себе в маленьких удовольствиях тоже никогда не стоит. Сейчас мы получим распоряжение от капитана Сорвиголовы. Что нам необходимо сделать? Прошу на борт. Прошу на борт. Хорошо. Левый, правый, посредине. Пожалуйста. Мы покидаем нашу местную марину. Через вот эти ворота мы сейчас выйдем в открытое море, в открытые воды и уже будем отрываться по полной. Ну а это вот следующий этап. Яхточки-шкуночки, на которых можно восседать и попивать венца. Ну это светлое будущее, а темное настоящее. Вот оно прямо перед нами. Поэтому вперед, погнали! Пока нельзя тут выйти. Да, это я так. Для видео. Ты можешь вообще даже не топить. Все на фейсбол. Ой, как? Да, что-то, 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 что-то. Смотри, что-то. Да. Рефарватор-то знаешь? Да. Вот они, счастливые лица обладателей буржурского стиля жизни. Как я уже сказал, это один из пунктов, ради которых стоит ехать в Канаду. Еще тут много кроликов и белок, но это не в счет. Главное, зачем сюда люди едут, это прожигать жизнь в удовольствиях. Когда-то в трудовых, когда-то в праздных. Кому как повезет. Ну, морячка. Хорошо, хорошо. Давай. Скажи, негодующий публике, что ты делаешь в этот рабочий день на берегах пляжа? Да еще не просто пляжа, а на острове. А? Это называется прохлаждаться. Пытаешься нырнуть, да. А прибой смывает, взбивает с ног. И это еще только речка. А что было бы на море? Да, да, да. Да, мы вот приплыли на такой чудесный островок, где будем сейчас пикниковать. Но пока ожидаем прибытия основных сил. Купаемся, освежаемся и прохлаждаемся. Вот и основные силы прибыли на наш островок. И сейчас после разгрузки мы начнем жарить чего-нибудь.